привет дорогие друзья гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео пойдет снова о укоренении черенка так как много вопросов много неудач по черенкованию питуньи почему не куреняется много вопросов поступает от подписчиков и поэтому я хочу снять сегодня еще одно видео и назвать на своем опыте по украине черенков какие ошибки можно допустить при черенковании почему они нас не куреняются пропадают об этом мы сегодня поговорим я взяла на примере вот таких два горшочка здесь можно взять по одному черенку и укоренить их так как укоренять я уже не укореняют так как место мало ставить негде вот я только недавно как два дня назад распекировала последние черенки которые мне уже укоренились здесь уже те которые были укорененные черенки с обрезкой верхушечной зоны пошли вот так посмотрите в рост хорошо нарастают то есть здесь череночки очень хорошо развиваются сейчас еще поближе покажу вам еще один стаканчик то есть все черенки вот в этом ящичке на вот таком стадии то есть они были укореняла их вместе с прищипкой как здесь и в дальнейшем они развиваются посмотрите как хорошо но чтобы достичь вот такого хорошего результата какие ошибки все же допускаем мы при черенковании давайте я взяла вот такой стаканчик стаканчики я сегодня буду укоренять два череночка которые я возьму отсюда и при этом расскажу вам по порядку какие ошибки можно допустить и так первое что мы берем мы берем черенок чтобы он хорошо укоренился первая ошибка которую мы можем допустить это длина черенка то есть желательно брать черенок чтобы был не таким большим то есть допускается черенок но сантиметров примерно 6 вот так сейчас я отрежу вот так один черенок и другой черенок и сейчас на примере этих черенков вам покажу вот два череночка сейчас я уберу подальше вот эти уже горшочки чтоб они нам не мешали вот два черенка у меня один черенок и второй черенок то есть длина черенка желательно не превышать где-то ну 6 сантиметров то есть 8 9 10 сантиметров чем длиннее черенок тем он хуже будет приживаться поэтому большое значение имеет длина черенка вот так нижние листочки я обрезаю верхние уменьшаю в половину если мы оставляем черенок с двумя листьями четырьмя то есть два мы оставляем маленьких вот таких цельных и два листочка которые хорошо развиты я убираю вот так сразу наполовину далее здесь обрезала нижнюю часть то есть вот такая небольшая длина черенка будет у меня идти это один черенок и берем вот такой другой черенок здесь я убираю точно также нижнюю листву и вот так можно убрать наполовину и здесь наверное все же у меня сейчас посмотрим если цветок есть но пока что не видно если у вас есть соцветия то соцветия тоже мы убираем вот готовы два черенка вторая ошибка которую мы допускаем при черенковании это грунт грунт в котором мы должны укоренять должен быть очень легким воздухопроницаемым лучше использовать это или готовы покупной грунт где содержится верховой слой верховой грунт извиняюсь верховой торф вернее правильно сказать верховой торф содержится в наличии в составе грунта то есть торфом сам грунт он более легкий поэтому я использую обычный покупной грунт но смотрю чтобы был не в составе грунта покупного торф верховой вот такой воздухопроницаемый я добавляю сюда или перлит или вермикулит для воздухопроницаемости легкости покупной грунт мы можем добавить эти два элемента песок нежелательно добавлять так как он в дальнейшем очень отяжеляет сам грунт поэтому добавляем или перлит или вермикулит это вторая ошибка грунт третья ошибка емкость в котором мы укореняем емкость должна быть не большая емкость должна быть обязательно с дренажным отверстием можно брать 100 граммов 50 граммовые стаканчики и в них укоренять вот здесь у меня 100 граммовый стаканчик здесь я буду укоренять вот таких два черенка то есть по два три черенка по одному черенку можно в 50 граммовые стаканчики если в общий лоточек то в общий лоточек он невысокий я тоже укореняю то есть берем не сильно большую емкость если вы взяли большую очень емкость для одного черенка это ошибка тоже который вы можете допустить при укоренении черенков давайте сразу мы укореним сразу я покажу здесь у меня есть корневин вот так мы опускаем корневин и сразу укореняем ошибку которым вы допускаете может быть при укоренении вы обрезали черенки и сразу их не куреняете не надо ждать пока они у вас завянут то есть вы обрезали и сразу же не держите сразу укореняйте опустили в корневин и немножко с двух сторон вот так прижали все значит еще одна ошибка не держите чтобы они вызывали то есть сразу обрезка и сразу укоренение и какие еще может быть ошибка самая вот главная из всех ошибок это переувлажнение после того как мы укоренили мы должны будем грунт этот пролить но он не должен быть сильно переувлажнен лучше не дали чем перелить не дарить мы можем посматривать каждый день если подсыхает мы можем проливать можно сверху вот так опрыскать главное чтобы не было такого переувлажнения как болото иначе черенки загниют появится плесень они просто пропадут и у вас не укоренятся поэтому лучше не долить чем перелить стаканчики будут находиться у меня вот в таком пакетике то есть я им делаю как бы тепличку но обязательно проветриваем если мы не будем проветривать то здесь будут собираться конденсат и наши черенки могут от того что сильно много влажности могут загнить это тоже такая же ошибка который мы можем допустить при укоренении то есть создаем конечно же как бы тепличку если это у вас контейнер на крыма и накрываем его и обязательно проветриваем каждый день если вы наблюдаете что у вас пересыхает грунт также сверху увлажнили и также накрыли главное не переувлажнить еще раз повторяюсь проветривание еще какая ошибка может быть это как только мы начеренковали укрыли мы ставим я лично ставлю под подсветку но не под прямые солнечные лучи если мы поставим под прямые солнечные лучи будут припекать солнце они просто-напросто у нас полягут и повянут и после этого им будет трудно подняться трудно принять то состояние в котором мы укореняли поэтому желательно укоренять и держать потом черенки при температуре 23 25 градусов чтобы было им тепло если у вас это подоконник ставьте ближе к отопительной системе обязательная подсветка но не попадания прямых солнечных лучей если у вас это очень яркий подоконник окошко то притяните немного само окно пусть она будет под подсветкой но не допускайте чтобы они у вас появились вот такие самые главные я считаю ошибки при укоренении черенков черенки укореняются петуни скажу вам если все правила правильно применять при укоренении черенков то вы добьетесь хорошего стопроцентного результата с черенками я как-то владею очень хорошо мне укореняются всегда редко какой черенок не укорениться в основном стопроцентная приживаемость черенков с тем можно самым размножить любой сорт петуния черенковать петунию можно круглый год можно если вы хотите уже черенковать после того как лето заканчивается самый считаю последний месяц черенкования дальнейшем чтобы занести домой это сентябрь месяц август сентябрь может черенку и зиму не забираем маточный куст а с него берем черенки укореняем уже и заносим домой для того чтобы уже зимой с этих кустов черенковать но это будет отдельное видео потом уже летом и осенью как я черенкую и за нашу уже потом дальнейшем домой не будем отвлекаться темы сегодняшней у нас начало апреля вот такие черенки укореняются у меня и делайте себе так я думаю что у вас все получится если применить это все в своей работе если вам понравилось мое видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшем и видео вам я желаю всего самого хорошего здоровья до новых встреч на моем канале с вами была аленушка пока пока друзья